Доброе утро, уважаемые трейдеры! Нас ожидают данные по бизнесу с оптимизмом ИФА. Это не такая объективная, на мой взгляд, и крутая оценка общего состояния настроения предпринимателей, собственно, Еврозоны Германии, как Зью. Но все же на нее мы тоже посмотрим, посмотрим за статистикой, за цифрами, хотя я практически не сомневаюсь в том, что и эти данные будут сопоставимы с тем провалом в оптимизме, который мы зафиксировали с вами по Азию. То есть по Еврозоне я считаю, что сегодняшний отчет лишь станет дополнительным нам подспорьем, чтобы мы снова с вами оглянулись на то, с чем работали по статистике европейского происхождения раньше, и как это может повлиять на предстоящую риторику главы Европейского центрального банка Марио Драги в ходе его выступления, которое состоится уже совсем скоро, то есть послезавтра, когда нас ожидает с вами заседание Европейского центрального банка. Я думаю, что, пожалуй, без каких-либо катаклизмов и геополитических форс-мажоров, событий и рисков именно заседание Европейского центрального банка может стать основным топливом для всех финансовых рынков и спровоцировать самые интересные движения. Это заседание состоится в четверг. Ну и также традиционный отчет для вторника, это отчет Американского института нефти по запасам. Этот релиз будет обликован в 23.30 по московскому времени, повлияет на нефтьянку. Мы, соответственно, с вами в ходе завтрашнего брифинга разберем уже эти цифры и будем готовиться к официальным данным. Ну и теперь давайте посмотрим на то, как отработали себе основные активы, наши идеи и произошли ли какие системные и структурные изменения. Ну, по нефтянке у нас очередной максимум, в частности, бренд вплотную подобрался к сопротивлению 75 долларов за баррель, сейчас немного отступил, 74.22. Даже через отложку, которую мы ранее выставляли, продажи с уровня 74, мы уже в рынке. Эта позиция направлена вниз, ждем, собственно, распродаж, коррекции на фоне тех, на мой взгляд, объективных причин, которые на рынке сейчас присутствуют. Но цены выросли, нужно объяснить, с чем это связано. Я думаю, что те из вас, кто следит за происходящим на рынке нефти, уже знают, что основная причина – это новые витки эскалации геополитической напряженности. Сейчас это уже ситуация, которая не имеет в Сирии никакого отношения, в частности. Как стало известно, информацию еще нужно подтвердить, но я думаю, что можно положиться, поскольку все-таки источники довольно влиятельные. Якобы Саудовская Аравия перехватила ряд баллистических ракет, которые были впущены с территории Йемена. И на этом дело не закончилось, последовали и ответные действия, то есть такая сопоставимная агрессия уже со стороны Саудовской Аравии. И вот удар Саудовской Аравии привел уже к человеческим жертвам в Йемене. Я думаю, что, безусловно, страшные события, которые возвращают на рынок идею роста напряженности на Ближнем Востоке, а, соответственно, параллельны с этим и идею, связанные с тем, как отыгрывать рыночные опасения потенциальных перебоев поставок. Эта тема уже не раз доказывала, что она состоятельна в плане влияния на повышение спроса на нефть. Ведь каждый раз, когда заходит речь о ближневосточных картелях и, точнее, конфликте в этих регионах, котировки действительно растут. Соответственно, что мы сейчас можем делать по нефти, это, наверное, ссылаться еще и на те причины, которые вполне могут стать основанием для снижения котировок нефти. В частности, высокие цены на нефть, безусловно, продолжают стимулировать и американских производителей нефти, которые не только увеличивают объемы добычи, но и, соответственно, увеличивают и экспортные поставки. Вот это буквально несколько часов назад познакомился с одной довольно интересной статьей по географии распределения, опять же, поставок с территории США. Так вот, Штаты увеличили поставки на европейский рынок практически в пять раз по сравнению с показателем прошлого года. И эти поставки, скорее всего, будут продолжать расти. Вывод самый главный заключается в том, что США за счет тех условий, которые были созданы на рынке, благодаря усилиям, действиям участников политического пакта, действительно увеличивают ореол распределения, распространения собственного сырья. И поскольку речь все-таки идет о марке WTI, посмотрите на разницу в стоимости, вы поймете, что для покупателей этот сорт даже более предпочтительный, потому что он идет с дисконтом в порядке моделей ценообразования. Это действительно дешевле. И ближневосточный картель, особенно отдельные страны, они уже начинают обидеть тревогу, что пока действует этот энергетический пакт, собственно, их партнеры удовлетворяют собственность спроса в энергоресурсах за счет, опять же, американских производителей. И страны ближневосточного картеля теряют долю на глобальном рынке. Поэтому, насколько бы в последнее время не были высокопарными комментарии и заявления со стороны Саудовской Аравии, я все же жду, что какой-то из регионов трогнет и обозначит позицию того, что они более не хотят поддерживать Саудовскую Аравию, которая явно сейчас вынашивает свои планы, опять же, в связи с предстоящим IPO Саудиоранка. Даже вот этот инцидент с ракетным ударом им удалось приурочить к этой теме, потому что они отметили и обозначили, что это ракетный удар, который носил целью разрушить инфраструктуру компании Саудиоранка. Соответственно, друзья, я считаю, что на рынке потенциально есть мощный негативный фактор. Этот негативный фактор все-таки может быть сейчас связан с позицией отдельных стран, которые начнут поступать против действия дальнейшего энергетического пакта. И сейчас эффект подобных комментариев может быть увеличен в разы, потому что оценка текущего позиционирования позволяет нам говорить по данным CFTC то, что хедж-фонды накопили историческую рекордную показателю по WCI. Это вообще-то самый настоящий сигнал скорого разворота, который может действительно проявиться. И малейшему негативу будет достаточно, чтобы спровоцировать мощные панические настроения, которые приведут лишь к обвалу котировок нефти. Все, даже покупатели, начинают сейчас уже разворачиваться, потому что понимают, что цены забрались очень высоко. Больше подогревать это ралли практически уже невозможно. Мы готовимся к снижению, хотя делали это уже довольно давно. Друзья, нужен какой-то локальный триггер, который все-таки усилит вот этот откат и нисходящую тенденцию. Впереди у нас несколько отчетов по запасам. Возможно, этим триггером выступят и они. Хотя сразу заведомо уже больше ставку делать на администрацию и демократическую информацию, нежели на тот отчет от Американского института нефти, который будет обликован сегодня вечером. Рубль 61.80 снова лишь обозначает вам опасность того, что произойдет с рублем в случае, если котировки нефти сейчас развернутся, потому что даже на максимумах бренда за последние три с половиной года рубль держится в районе 62 против Американца. Это высокое значение и уж при коррекции мы довольно быстро окажемся рядом с прежним сопротивлением 65 против Американца. Доллар и японская иена продолжают развивать восходящие ралли. Идем даже с опережением. Ждали мы 110 в перспективе ближайших недель, но судя по тому, как доллар растет, я думаю, что есть все основания добраться до этого рубежа и даже в масштабах и в рамках текущей недели. 108.76 сейчас котировки. Доллар продолжает отыгрывать спокойную обстановку на глобальном рынке. Именно отсутствие напряженности и эскалации конфликтов в Сирии. Это и переговоры, которые продолжаются между США и Китаем. И также рынок глубоко приветствовал решение Северной Кореи закрыть крупнейший ядерный полигон и прекратить испытания ракет дальнего действия. Есть еще один, друзья, потенциальный риск. Это то, как пройдет встреча, скажем так, саммит Южной и Северной Кореи. Это событие конца этой недели, в пятницу состоится эта встреча. Но думаю, что Северная Корея уже дала понять, что стала более миролюбивой, осознала, возможно, риски, связанные с ростом неопределенности, которые они генерировали в последние месяцы. Поэтому будем надеяться, что эта встреча пройдет в таких миролюбивых тонах и никаких острых заявлений не последует. Поэтому у нас не будет возможности с вами и не будет причин от пятницы снова сломя, скажем, голову бросаться в защитные активы. Будем пока придерживаться длинной позиции по доллару, потому что этому явно способствует то, что происходит сейчас на американском рынке долга. Американские облигации. Я буквально каждую минуту вчера обновлял график доходности Трежерис и ждал, когда же десятки коснутся показателей в 3%. Но там буквально один маленький шажочек остался, не дотянули до этого уровня. Небольшой откат сейчас, но уверен, что 3%. Но это сопротивление, которое явно падет. И доллар от этого получит только еще большую поддержку. Дальше идем. Европейская валюта против доллара. Сейчас котировки 1.22.12. Евро снижается. Постепенно мы вследствие вот этой монотонной посредственной динамики видим, что евро корректируется в район на 20. 200 пунктов еще остается до данного рубежа. Но впереди он с ЕЦБ. Поэтому возможно, что скорость коррекции нисходящего движения усилится. Безусловно, против евро сейчас выступает рост курса доллара. И плохая статистика, которой очень много было в последнее время. Я сейчас не буду, пожалуй, перечислять все отчеты, которые свежи в памяти. Мы касались слабой статистики, собственно, в ходе нашего вчерашнего брифинга. Я лишь хочу основу отметить, что на фоне этих слабых релизов, безусловно, не стоит сейчас рассчитывать на какие-то изменения денежно-кредитной политики. Собственно, вчера мы с вами ждали индексы производственной активности и активности в сфере услуг еврозоны, Германии. Ну, скажем так, еврозоны и по отдельным ключевым странам валютного блока. Я хочу лишь отметить то, что в соответствии с ожиданиями, действительно, статистика была неважной. Потому что просадкой в производственном секторе и Германии, еврозоны и в сфере услуг не дотянули мы до ближних показателей. Еще один блок слабых данных, который будет учитываться представителями Европейского Центрального Банка в тот момент, когда они будут выносить решение по процентным ставкам в этот четверг. Сразу хочу отметить, друзья, то, что нас, как и всегда, больше будут интересовать комментарии Драги. Даже если он не скажет то, что хочет услышать рынок, его выведут на определенные комментарии через «За вопрос» у фоналиста. И я уверен, что Драги лишь снова позначит важное сохранение мягкой политики как единственный инструмент борьбы с, собственно, низкой инфляцией. Вы не забывайте, что у нас на прошлой неделе был отчет по индексу потребительских цен еврозоны. Статистика там хуже некуда. Даже базовая инфляция продолжает оставаться на крайне низких пограничных уровнях. Я думаю, что еще один месяц и вообще меньше единицы будет рост базовой инфляции. На фоне таких данных Драги не сможет позволить себе анонсировать потенциальное даже ужесточение о политике и выходе из программы количественного смягчения. Поэтому я считаю, что реакция евро должна быть логичной в этот четверг. И после мощной волатильности, которая ожидается, рынок устаканится и все-таки продолжит развивать нисходящую динамику. Фунт против доллара. Пожалуй, британец это на текущий момент среди рисковых активов единственное разочарование, с которым мы работаем, потому что фунт валится довольно сильно. Особо причин, пожалуй, кроме роста доллара, выделить и больше нечего. Кто-то читает то, что британскую валюту обвалили комментарии последней карни руководителя Банка Англии. Но я хочу отметить, друзья, что следил за этой конференцией и знаком с протоколом, собственно, его выступлений. И никаких там комментариев, переломных для нашего с вами ожидания по поводу того, что в мае Банк Англии должен повысить процентную ставку, не было. Но единственное, что Карни признал, что майское заседание будет непростым. Потому что есть представители Банка Англии, которые обеими руками готовы голосовать за то, что ставку нужно повышать, есть также и противоположная позиция тех, кто считает, что трапиться с этим не стоит. В любом случае, мы будем ждать это майское заседание. Мы знаем, что не нужно сейчас полагаться на тот незначительный прогресс, который был достигнут по снижению инфляции в Англии. Не нужно пока говорить о том, что по именно спаду инфляционного давления в Англии сложилась настоящая тенденция. Ситуация может очень быстро измениться. И если рассуждать уж совсем такими логичными экономическими понятиями, рост инфляции в Англии должен был бы простимулирован в последние месяцы, хотя бы из-за того, что растут цены на нефть. Да, рост котировок нефти не в моменте приводит к разгону инфляции. Есть временной лаг примерно в 2-3 месяца. Но, соответственно, этот временной лаг и должен сейчас учитываться Банком Англии. Если он будет выдержан и для английской экономики, то рост инфляции пойдет вот ближе даже к середине лета, либо к концу. То есть инфляция снова будет стремиться в уровне 3%. И нужны проактивные действия. Нужно создать сейчас условия, которые позволят нейтрализовать этот рост инфляции. Самые лучшие условия – это поддерживать курсы британской валюты. И уж тем более нужно останавливать то снижение, которое развивается в последние, собственно, дни. Друзья, я не сомневаюсь в том, что коррекция будет такой же мощной. Нужно быть к ней готовой. Не нужно вращаться сейчас на рынке, ставить на коррекцию, когда актив снижается. Нужно просто занять конкретную позицию, иметь четкое понимание того, почему вы так действуете. И не метаться, скажем, из стороны в сторону. Если вы согласны с точкой зрения о том, что грядет мощный драйвер для британца в виде роста, это майское заседание изменения процентных ставок, то здесь нужно рассматривать только длинные позиции. И именно такие ориентиры я призываю вас рассматривать. Я лично нахожусь в длинных сделках сейчас и отказываться от них не особираюсь. Доллар канадец радует нас. Мы постепенно движемся в районе поддержки 1,3. Уверен, что при таких темпах этот уровень будет достигнут довольно быстро. Против канадца действует решение прежней прошлой недели по ставкам. Риторику, которую мы услышали от руководства Банка Канады о недостаточном использовании в рамках экономики производственных мощностей. О том, что лучше сейчас придерживаться в ожидательной позиции на фоне торговой неопределенности, которая присутствует в мировой экономике. Да и плюс ко всему у нас был крайне провальный отчет по инфляции, который будет учитываться, собственно, Банком Англии в ходе последующего заседания. И вчера в ходе своего выступления очередного господина Полза, который возглавляет Банк Канады, мы лишь подтвердили нашу позицию, то, что Банк Канады не будет пока торопиться с повышением процентной ставки. Причина, по которой канадский доллар сейчас активно распродают, это отсутствие былой уверенности в речи Полза о том, что в канадской экономике в ближайшее время будут созданы условия, благодаря которым она сможет выдержать еще, скажем, один цикл повышения процентных ставок. Полоз выказывает сомнения в этом, обозначает все больше и больше рисков для канадской экономики. Мы это также должны иметь в виду, поэтому наша с вами позиция USDCAD остается длинной, и я думаю, что в ближайшие дни на помощь нам придет еще и снижение котировок нефти, что поспособствует тому, чтобы пара USDCAD уж точно быстро добралась до сопротивления 1.30. По австралийцу тоже у нас вызывается нисходящая динамика в последние дни. Сегодня, несколько часов назад, вышли данные по инфляции в соответствии с ожиданиями индекса потребительских цен, не дотянув до значения прошлых периодов квартального выражения 0,4, рост с 0,6, годовом 1,9% против прогноза 2%. Соответственно, вы сами знаете, какую риторику мы теперь ждем от Резервного банка Австралии и почему австралиец и новозеландец будут оставаться в числе уязвимых инструментов. То есть здесь ориентиры также, друзья, не меняются. Это что касается основных событий, которые миновали уже. Также мы с вами говорили о том, что у нас впереди. Надеюсь, вы прекрасно понимаете, с каким фундаментом мы сейчас работаем. Остается только пожелать вам хорошей торговой сессии. Друзья, увидимся мы с вами завтра, как и всегда, в прямом эфире через перископ в 9.30 по московскому времени. Большое спасибо тем, кто находит время и присоединяется. Соответственно, те, кто по определенным причинам не может присутствовать в прямом эфире, и не забывайте, что специально для вас на нашем канале на YouTube мы выкладываем запись. Даже после того, как рифинг завершается. Можете смотреть уже записи. На этом все. Всего доброго. До свидания.